Всем привет! В эфире программа «Студенческий городок». И ближайшие 15 минут мы проведем так, как обычно проводят свое время активные студенты. А именно, побываем на футбольном поле, посетим рок-концерт и узнаем кое-что интересное о нашей стране. Получить как можно больше знаний мечтает каждый студент, а иначе зачем же приходить учиться? Проверять свои знания любят далеко не все. Но если задуматься, любой тест или диктант – это отличный способ узнать что-то новое. Рассудите сами, если вы не знаете правильного ответа в тесте, вы непременно захотите восстановить пробелы, особенно если оценка за этот тест не повлияет на отметке вашей зачетки. В Уральском федеральном университете все желающие могли написать такой тест. На этот раз предлагалось проверить свои знания в области этнографии. Все подробности в нашем сюжете. Народов много, страна одна. Таков девиз большого этнографического диктанта. Подобная масштабная акция проводится в России впервые. С ее помощью организаторы хотят выяснить, на каком уровне находятся знания об этнографии россиян. Еще перед началом диктанта на пресс-конференции первый проектор УРФУ Дмитрий Бугров заявляет, он сам с интересом пройдет тест. Задания вскользь он уже видел, однако журналистам они не разглашаются. Историк и президент Уральской ассоциации туризма Дмитрий Бугров лишь замечает, вопросы достаточно сложные. Однако главное, считает проектор, чтобы тест побудил участников получить недостающие знания. Ведет диктант профессор кафедры археологии и этнологии УРФУ Елена Главацкая. Она сетует, что ученые нашего вуза привлечены к составлению теста не были, и надеется, что в будущем это удастся исправить. Хотя бы для того, чтобы достойно представить в вопросах Уральский регион. По прогнозам преподавателя, результаты теста не будут высокими. И для нее это не сюрприз, ведь этнографическое знание в России популяризируется мало. Уральский университет, один из крупнейших вузов России, в прошлом году выпустил только 8 специалистов по этнографии. Да и этот тест содержит больше вопросов по смежным наукам. Там вопросов по этнографии, но я думаю, что в чистой этнографии. Это, наверное, будет процентов, может быть, 20-30. Опять-таки, я говорю на вскидку. Все остальное будет касаться административного устройства. Ну, например, вот один из вопросов. Дается название республик, всего их 22, дается название различных республик и просят указать столицу. То есть свести столицу с названием республики. Это непросто, потому что это вот как бы не та часть знания, которая нам актуальна каждый день. Это задача науки географии, скажем так. Ну, должны мы знать географию. Не так, как американцы, которые вообще даже не знают, где многие страны находятся. Я преподавала, например, в университете, простите, в колледже Кабрини, католический, очень приличный колледж в Пенсильвании. Но ребята накануне войны с Ираком не знали, где находится Ирак, как, впрочем, и многие другие страны. С мнением преподавателя согласна и Нина Павлова. Учитель географии и экономики считает, что школьная программа в старших классах сегодня крайне усечена. На географию отводится один час в неделю. Со своими учениками Нина Александровна старается уделить этому больше внимания. Об этом тесте учительница узнала только сегодня утром и сразу приняла решение написать диктант. Знаете, Россия такая страна, у которой слишком много географии. И я стараюсь это внушить всем своим ученикам, с которыми работаю. Они активно, знаете, занимаются изучением географии, участвуют во всем этом. И у нас создан свой небольшой географический клуб в гимназии. В него входят разновозрастные ребята от 6 до 11 класса. Они с успехом участвовали в предыдущих просто географических диктантах. Сахыт Ярназаров – студент 4 курса УРФУ из Узбекистана. В Россию он приехал, чтобы изучать информационную безопасность. Однако знать культуру народов России он хочет не меньше. Поэтому сегодня пришел сюда принять участие в тесте. Сейчас в России очень много народов. И я думаю, чтобы изучать аспекты других народов, ценности, культуры, это очень хорошо влияет в развитие университета и вообще в развитии России. Так как сейчас немножко напряженная ситуация в мире, и чтобы народы разных культур, разных наций жили в мире и взаимодействовали друг с другом, я думаю, это для России очень-очень хорошо. Сложности в первую очередь это будут, я думаю, именно в русском языке. И это шанс для меня, чтобы изучать что-то новое и проверить свои знания. К этнографическому диктанту Сахыт готовился специально. Говорит, что читал в интернете информацию о культуре разных народов России. Тест будет содержать 30 вопросов. Максимальное количество баллов, которое можно получить за диктант, 100. На выполнение заданий отводится 45 минут. Каждому участнику будет присвоен индивидуальный код, по которому он сможет узнать результаты и проверить свои знания. Свою работу Сахыт сдает один из первых. И без стеснения делится впечатлениями. Для меня было немножко сложно, чем я думал. Я готовился, законы какие-то я прочитал. Но здесь были традиции, традиции северных народов, не только русских. И я думаю, теперь я буду изучать культуры других национальностей, их традиции, которые живут в России. И я даже не знал об этих народах. В вопросе, который там встречался, слово «узбекистан», я легко ответил. На проверку работ у организаторов уйдет целый месяц. Еще больше – на обработку и анализ информации. Когда итоги диктанта повлияют на образовательную программу, сказать сложно. Это займет не один год. Однако организаторы уверены, польза от проведения этнографического диктанта ощутима уже сейчас. Ведь мероприятия, в которых принимает участие вся страна, объединяют людей и помогают сформировать гражданское общество, поднимая уровень культуры и знаний отдельного человека. Если грызть гранит науки студент устал, он отправляется заниматься спортом. Физическая активность помогает отвлечься от перегруза информации. Однако некоторые студенты связывают свои занятия спортом непосредственно с обучением в УЗИ. Это участники сборной УРФУ по футболу. Весенняя серия игр Национальной студенческой футбольной лиги в самом разгаре. Осеннюю сессию НСФЛ футболисты УРФУ завершили на предварительном втором месте. Во время зимнего перерыва ребята активно готовились к нынешним матчам. А вот как начинался сезон НСФЛ-2016 для наших спортсменов? Узнаем из нашего материала. На манеже УРФУ студенты разминаются перед игрой. Но это не просто урок физкультуры, а тренировка сборной УРФУ по футболу. Совсем недавно они попали в Национальную студенческую футбольную лигу. Сборная университета существует еще с 1970 года. Именно тогда зарождалось первое поколение студентов-политехов, которые радовали болельщиков своими выступлениями на городских соревнованиях и всесоюзных турнирах. Годы шли и менялся состав команды и руководства. Нынешний тренер сборной УРФУ Сергей Банников более 30 лет тренирует ребят. На протяжении своей работы он сталкивался с рядом проблем – перестройка, экономический кризис, переход на мини-футбол. Долгое время сборная играла в него, но после 2000-х годов все изменилось. К этому времени мини-футбол стал уже достаточно затратным видом спорта. Уже университет его содержать не мог. А спонсоры, которые у нас были в этот момент, по разным причинам перестали нам помогать. И мы закончили с мини-футболом и потихонечку снова начали заниматься большим футболом. Сегодня игроками сборной УРФУ являются профессионалы своего дела. Часть ребят играет за...